Ну что, сегодня крайний день, мы решили, вернее, я решил никуда не идти, собака тоже рахнет, еще даже не уходила, взбокончиком. Мы пьем кофе, курим, воздушные коллеги, остатками еды, еды у меня осталось мало, но киоск есть череда, я еще и куплю, самое главное, чтобы у собаки закончилась еда, поэтому надо идти киоск и череда, я приобрести, потому что я не думаю, что там будет есть череда, вот, сегодня крайний день, наварил я 9 литров мороженкового варенья, с морской рыбалкой у меня уже явно не задалось, завтра я приезжаю, с утра в Богдан сегодня приедет, вечером, завтра я на работу выйду, как бы так, день прекрасный, мы сидим, загораем, мы съездим, сейчас в деревню, на фабрику, такие, в общем, дела, такие планы, здесь хорошо, сейчас такая же кардос, за 20 градусов тепла ветер уплывает, почему не живет, ничего? С добрым утром, тетя Хая! Ава, Ава! ну там в одном видео звук был плохой здесь лодок потому что ветер забивает он действительно сбивает не знаю как сейчас будет как бы пейзажи вот эти вот лодочки сейчас время отлива вот так чтобы вы представляли прилив вот видите как бы метра на полтора наверх доска идет вот там где вот трава вот это растет вот она вот настолько он поднимается то есть вот по берегу от верхних сходней вот с которых мы рыбачили где черт этот лежал это вот они вот вот прямо вот эти вот сходни ну от них метр вниз будет вода ну может метра двадцать ну вот если по стене смотреть вот этот брус параллельной земле вот он практически в воде когда вода на высоте то есть сейчас вода низкая ну и вот по берегу видно вот все в водорослях это вот вода ушла пойдем проверим как там ларс починил лодку или нет можно никуда не поедем естественно завтра выезжаю домой просто такая прогулка ничего не делаем сходил помылся сейчас помогать зайдем что-нибудь прикупим вкусняшек будем сидеть загорать целый день проведем в праздном безделье последний день завтра долгий путь поэтому как бы так ларса нету в лодке но судя по откинутому люку и крепежным винтом на том же самом месте где они были два дня назад стартер ему еще не пришло ничего не поставил где он сейчас сам находится тупо ему здесь сидеть вот такая лодочка вот такая да уважаемые подписчики друзья тот средний палец который показал ни в коем случае не вам это я просто в силу недалекости своей не подумал и указал этому хеликоптеру которым я не умею управлять он мне ездит куда попало я путаюсь в этих джойстиках короче оператором дрона меня нельзя назначать ни в коей мере потому что если я куда не попаду это будет случайно и не факт что туда куда надо в общем так ну что вот такая типичная для маленьких деревушек картина магазин открыт с двух до пяти чем это не только магазин это как бы и школа и почта ну и все вот это ну школы здесь уже нету потому что детей здесь уже нету вот и кафе но вот с двух до пяти можно прийти покушать час времени пол первого нам полтора часа мы пойдем кофе сварим так и загораем потом приедем попытался я сейчас зайду поймать там мужики трески выкинули тридцать воду на себя сайду поймать до ночи крутится вокруг этой трески на ничего не есть уже эту треску шрать не может стойка небольшая сейчас я по-быстрому эту треску растащит как прилив будет рыба придет сейчас просто отлив рыба не берет но как бы так вот написано еще школа ну школа здесь давно уже нет как говорят я во всем случае не видел чтобы от школы работал что решил я покидать спиннинг в это озеро поскольку делать нечего это речка так вдоль берега пройдусь вот здесь вот такое место для гриля там мы стоим отсюда мы воду берем пить все короче нормально отдыхаем сегодня ну что господа опять вот это озеро какая-то рыбацкая идет постоял я здесь на часа полтора-два вот поймал две такие пары на уху нам хватит вполне так что я доволен можно в принципе еще постоять это как бы так мы уже тут и на солнышке становится жарковато чувствуешь подгореть то я уже не подгорю а доела короче магазин надо сходить собаке корма надо купить он бедный оголодает как бы так сухой сегодня будем что еще сказать отдыхаем солнышко ну что ж господа решил я приготовить уху на костре у меня хватит на то чтобы отмыть кастрюлю ну и к тому же немного и варить две рыбки на одну там уже можно колбаски пожарить сейчас я перекурю и начну чистить овощи как бы так такие планы на сегодня ну что ж господа цилировал я рыбку в головы хребты поставил варить и потом выкину как вода закипит они поварятся чуть-чуть хотела я себе такую плиту пришел ко мне он такой вот друг походил тут ягелю пожрал пошел обратно стоял посмотрел он наверное это самое я тут картошку чистил она почуял может он и сожрал на такой вот ну чё вот картошку морковку я почистил перловки у меня нету сожалению поэтому как бы буду варить без перловки это тоже нормально получится так ксюша вот эта часть персонально для тебя процесс пенообразования видишь вода начинает нагреваться белок начинает сворачиваться как ты помнишь из школы белок сворачивается при 40 градусов где-то сейчас тут вода градусов 50-60 бульон начинает мутнеть потом пенка начнет подниматься поскольку все это без крышки здесь на костре я пенку снимаю вот тут и зала будет и всякая прочая херня вообще всегда снимается воды поэтому наливается чуть побольше чем надо почему здесь снимается пенка в принципе это белок и если ты его наешься ничего страшного не будет все съедобельное просто он немножко некрасивее вот так вот этот момент нельзя пропустить потом когда вот его снял пускай уже булькает на маленьком огне сколько угодно я закурил трубку когда варю уху мне почему-то всегда вспоминается фильм трое в лодке не считая собаки когда там фирвент из трубки они варили уху там с какой-то кильки он говорит ну из трубки высыпал для навару там или для вкуса там что-то такое в зал высыпал такая для навару или для вкуса да а вечером я вам буду петь эмуристическое куплет так что все в сад все в сад господа ну вот люди вышли на рыбалку люди ловят рыбу одного диму никто не берет и кому-то я не нужен дрыхнет такая на солнышке поза мухами изъеден да дай козявку из глаза выскребу выскребу ну что вот кости поварились сейчас буду резать овощи вынимать кости и засыпать овощи рыбу я достал овощи порезал лук чуть позже засыпаю картошку с морковкой ну что вот картошка морковка варится в минут пять ну так вот на вид когда видно что картошка такая сверху уже как бы чуть подварилась серове в середине еще сыроватая но по морковке это тоже видно морковка в принципе чуть дольше варится мне суть важна вот поварилась 5-6 минут засыпаем лук покрошиваем потом идем резать рыбу все это еще 5-6 минут варится засыпаем рыбу соль пряности по вкусу хорошо бы сюда загреть еще стопочку водочки но водка в походе вещь сиюминутная как и любовь вроде бы ее много а вроде бы раз и уже нет и что делать когда в деревне даже пиво не продает на лень то все так и не уходит отсюда ну что все это бурлит и парится я порезал филешку рыбки закидываю все ну что рыбку закинул сейчас кидаю черный душистый перец лавровый лис хорошо укроп но укропа тоже нет как и лук ну уж то вот рыбу пряности засыпали пять минут это все покипело солим по вкусу на это я не знаю пол столовых да вишенка на тортике что я забыл сюда хорошо бросить масло сливочное вот у меня есть масло я его сейчас брошу в конце уже когда все уже готово бросить масло и дать постоять вот на теплой на теплом камне минут пять-десять ну вот в принципе уха готова дадим не стоять так немножко пять-десять минут париться и все ну что ж вот так это все выглядит родились стихи огнем страстей обуреваем налил ушицы в миску я и ложку взял мыслей стран терзаем что нету водки у меня ну что ж снимаем пробы все хорошо солю чуть-чуть маловато вкусно очень вкусно очень вкусно всем рекомендую в этом ресторане заказывайте только уху из форелли ну что ж господа солнце зашло за сопку стало немножко темно это значит время ложиться спать монтировать видео в планах моих произошли изменения я не поеду домой завтра я поеду домой в четверг здесь очень хорошо солнце светит короче дети папа вас бросил но чтобы вам не было так грустно вот веселая песенка наш вартан работал в баре сочинский я говорит таких красивых сроду не встречал мы с тобой должны жениться кстати статей чтоб ты знал мой отец большая птица лорд и адмирал а вартан сказал гражданка я вас огорчу лорды морды я не знаю жениться не хочу а губичанка бедный стала красный как трамвай лишь спросила почему по-английски weil our why i why i my why why the why why our why 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 она звонила трубку так кричал что пропала во те горка в учении скандал Говорит, эта Россия, слушай, как себя ведет Мою дочь какой-то бармен замуж не берет Тут собрались Путин, Шмутин, говорят, Вартан Говорят, зачем ты дразнишь этих англичан Там скандал международный, санкции грозят Что ты, как ища, куперся, орать так нельзя Я что-то должен денег, скоро заплачу Больше ничего не знаю, жениться не хочу Их пример звонил Вартану, долго материл А потом устал и просто тихо так спросил Ара-вай, вай, 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 вай Ара-вай, вай, 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 вай На ворот она так давили, что сломался он И женился, и уехал манный Альбион Там живет в каком-то замке с высоким потолком У своей Джульетты Рыжей весь под ковлуком Он там бедный, есть овсянка, пудинг на обед Ни хал манит, пастур манит, даже хаша нет Он тоскует по России прямо из гудал Но, между прочим, долго шоку так и не отдал Здесь мораль простая, очень и понятный всем Армянин жить должен в Сочи, а не Бирмингем И второй мораль такая, запад нам не друг Зачем плясать под их волынка, если есть дудук Ну, спокойной ночи всем